Биоэтанол начнут производить в Кустанайской области. Об этом стало известно во время визита главы государства в регион. Завод сможет перерабатывать в топливо 400 тысяч тонн зерна и выйдет на зарубежные рынки. Президент также посетил промышленные объекты, ознакомился с работой чугунолитейного предприятия и строительством нового автозавода Киа. Последний, к слову, это один из крупнейших инвестиционных проектов. Мои коллеги расскажут подробнее. Визит президента в Кустанайскую область начался с посещения промышленных объектов в числе первых чугунолитейный завод Камлит. Его мощность 45 тысяч тонн в год. На предприятии создано 500 рабочих мест. Косымжумарту Тукаеву продемонстрировали процесс выплавки чугуна и обработки автокомпонентов для грузовой техники. Глава государства также ознакомился с ходом строительства автозавода Киа. Проектная мощность 70 тысяч авто в год. Это будет современно автоматизированное предприятие, оснащенное 70 роботами на линиях сварки, окраски и сборки автомобилей. Стоимость проекта составляет 200 миллионов долларов, из которых порядка 80% прямые иностранные инвестиции. В июле следующего года с конвейера сойдет первый автомобиль. Оценил глава государства сельскохозяйственный потенциал региона. Так, президенту презентовали проекты по развитию животноводства, птицеводства и переработке сельскохозяйственной продукции. В частности, в ближайшие три года будут привлечены инвестиции для строительства 14 товарных молочных ферм. Запланировано возведение 44 животноводческих комплексов и двух крупных птицефабрик. В результате производства молоко и мяса в области увеличится в 1,4 раза, а мясо птицы в 5 раз. Кроме того, в этом году Кустанайские аграрии засеяли 5 миллионов гектаров зерновых. Для повышения урожайности планируется увеличить долю элитных семян, объем минеральных удобрений и внедрять влагосберегающие технологии. Мы разработали и внедрили новую систему влагосберегающей системы земледелия. В течение 7 лет мы устранили уплотнение почвы. Это привело к хорошему воздействию минеральных удобрений и средств защиты растений. Снизилась засоренность полей. В области уделено большое внимание глубокой переработке зерна. Турецкой компании будет создано еще одно предприятие по переработке бобовых культур. ААО «Баян-Слу» начинает строительство завода по производству биоэтанола. Наш глютан знают в Соединенных Штатах Америки. Наш биоэтанол, казахстанский биоэтанол мы экспортируем в Великобританию, в Голландию. Планируем новый завод, около 140 миллионов долларов в объем инвестиций. Надо развивать глубокую переработку. Вот было сказано по зерновым, по муке. То есть, как мука, она имеет свою стоимость. А в результате глубокой переработки, получения биоэтанола, она, конечно, естественно, стоимость этой продукции значительно возрастает. Вот надо идти именно в эту сторону, развивать технологии. Для производства сельхозтехники комплектующей в Кустанай был создан локализационный центр «Агромашхолдинга». С начала года завод выпустил 1 тысячу тракторов и 300 комбайнов. Глава государства встретился с трудовым коллективом и подчеркнул необходимость повышения локализации производства. Износ техники по всей стране очень большой. Международные специалисты считают до 80%. То есть, настало время обновлять весь парк, но обновлять за счет техники, производительной на территории Казахстана на высоком уровне локализации. В ходе визита в регион Касымжумар Токаев посетил и ряд социальных объектов. Один из них – это физкультурно-оздоровительный комплекс в Кустанайе. Построен он был совсем недавно. Здесь местные жители могут заниматься такими видами спорта, как мини-футбол, баскетбол, волейбол и настольный теннис. А также президент побывал в смарт-центре для детей «Ай-Кустанай». В настоящее время здесь дополнительное образование получает около 2000 учащихся. Функционирует 24 кружка – гиберспорта, инженерии, авиамоделирования, а также химическая и физическая лаборатории. Возобновляемых источников энергии и многие другие. По словам Токаева, подобные центры необходимы, поскольку знания, полученные здесь, могут пригодиться в будущем и позволят идти в ногу со временем. Дана Ермак, Анна Рахманова, Кайрат Елюсезов, Астана Таймс из Кустанайской области.